Пока идет отладка системы теплоснабжения, собственники некоторых квартир вынуждены пользоваться обогревателями. По данным муниципального портала, сейчас в Новосибирске 86 домов не получают тепло. В основном из-за аварии и плановых отключений. Сколько времени нужно, чтобы во всех квартирах было тепло, и кто за это отвечает, выяснил Михаил Якимов. Работающий обогреватель – верная примета начала отопительного сезона. Так приходится согреваться, пока батареи холодные. Вот эти батареи так и не потеплели, все ждем-ждем, а они до сих пор холодные. На кухне было тепло буквально один день, сидели там грелись, а теперь и там нет отопления. Вот только ветерком спасаемся, спим, собственно, в теплом. Энергетики сообщили, что на сутки отключили отопление и горячую воду из-за ремонта магистрального трубопровода. Летом после гидравлических испытаний в городе выявили и устранили более 1470 дефектов на тепловых сетях. Но с началом отопительного сезона, когда под давлением по трубам идет уже горячая вода, в некоторых местах они также не выдерживают нагрузки. Полный разворот системы теплоснабжения всегда сопровождается наладкой. После разворота еще недели-две нам предстоит наладка режимов, это первое. Во-вторых, регулировка внутридомовых систем отопления. То есть там, где отдельные стояки, отдельные приборы не работают, это уже работа ЖЭО. Там, где имеется недостаток каких-то параметров по гидравлическому, температурному режиму, по наружным тепловых сетям, это теплосетевые наши организации. Энергосистема Новосибирска большая и разветвленная. До микрорайонов, удаленных от ТЭЦ, вода с нужными параметрами доходит позже. Бывает так, что в одной комнате батареи еще холодные, а в другой уже горячие. Это происходит, когда в трубах еще недостаточно давления, чтобы протянуть горячую воду по стоякам. Даже при условии того, что мы дом подключили к отоплению, это значит, открыли тепловой узел, открыли задвижки, то тепла в квартирах может не быть. Не потому, что управляющая компания плохо подготовила дом, а потому, что отопление не пришло на границу разграничения в дом. Сейчас школы, детские сады, больницы и большинство многоквартирных домов уже подключены к системе теплоснабжения. На правом берегу наладка практически завершена. На левом планируют дать тепло во все квартиры в начале следующей недели. Михаил Якимов, Алексей Андробаев, Денис Савинский, Евгений Макаров. Новосибирские новости.